Традиционные шесть соток уходят в прошлое. По новым СНИПам минимальная площадь дачного участка теперь равняется четырем сотам гектара. Появились и требования к границам дачных хозяйств. Так, заборы между соседними участками не должны быть глухими. Установили минимальную ширину проезжей части улиц – пять с половиной метров, плюс пешеходная зона – один метр. Свод правил по планировке и застройке садоводческих товариществ изменили впервые за 12 лет, но не все нормы можно применить в жизни. Например, определено минимальное расстояние от границы садоводства до лесного массива – это 15 метров. Если даже вы посмотрите, за нами лес, и так исторически сложилось, что многие у нас участки находятся фактически на территории лесной зоны. Наложили веты и на стихийные мусорные свалки. Всю ненужную органику необходимо складывать в компост на садовых участках. Для стекла, металла и пластика на территории садоводческих товариществ должны быть установлены контейнеры для сбора ТКО. СНИПы носят рекомендательный характер, но нормы, прописанные в них, ложатся в основу уставов дачных сообществ. Помимо СНИПов существуют еще уставы садоводческих товариществ, которые на практике учитывают эти СНИПы. И есть еще постановление местной администрации, которое тоже может учитывать отдельное положение данных СНИПов. И вот эти документы уже являются предписывающими. То есть обязательными к исполнению любым дачникам. Первый совет горожанам, решившим купить участок, нужно ознакомиться с уставом садоводческого товарищества. А в случае возникновения спорных вопросов с соседями сначала попробовать договориться по-любовным. Практика показывает, что суд это крайний случай, когда уже другие все варианты исчерпаны. И большинство спорных ситуаций решается именно в досудебном порядке. По возможности привлекать правление товарищества для решения спорных вопросов. Если дело и дойдет до суда, то решение правления будет рассматриваться как один из аргументов.